У нас сегодня особое торжественное служение, и пред началом нашего собрания я прочту место священного Писания, послание филиппийцам, извиняюсь, Колоссянам, 1 глава, 7-8 стих. «Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил в вас о вашей любви и духе». Епофрас был возлюбленный сотрудник, и он был также слуга Христов для Колосской Церкви. Библия полна удивительных примеров, как Господь обильно благословляет великих мужей веры. Из собственного духовного опыта мы знаем, что Господь устрояет жизнь тех, кто верны Господу во всем. И один из верных и благословенных мужей Божиих сегодня присутствует среди нас. Вы все получили приглашение, и там написано, приглашаем вас на юбилей 60-летия брата Леонида. По стечении обстоятельств у него сегодня еще один знак введения праздник – 36-летие совместной жизни. А также, это уже больше родственников касается, у его дочери вчера тоже был день рождения. Три праздника сразу в одном. Дорогие братья и сестры, я сейчас попрошу брать Леонида, сестра Мария, пожалуйста, пройдите вперед на возвышенность. Наша земная жизнь состоит из праздников и будней. Есть одни незабвенные даты, которые памятны нам и которые заслуживают особого внимания. То, что я сегодня сделаю с вашего позволения и согласия – это лишь маленькая частица той благодарности и признательности брату Леониду за его ревностное, усердное и продолжительное служение во славу Божию и ко благу Церкви. Мы все ценим, любим труд нашего уважаемого пастора. Это не есть похвала. Я поступаю согласно Слову Божьего, которое призывает нас и говорит – поощрайте друг друга к любви и к добрым делам. А первое послание Тимофея, 5 глава, 17 стих, нас тоже побуждает, чтобы мы некоторый респект или уважение оказывали служителям, пасторам. Мы это место знаем. Тимофею, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Дорогие братья и сестры, я сегодня попрошу вас об одном. В нашей жизни есть много суеты, забот, хлопот, переживаний, хотя даже в этой внешней благополучной стране, где нам в основном хорошо и Бог благословляет дело рук наших. Давайте на время оставим всякую заботу. Давайте на время искренне, сердечно порадуемся радостью, которую имеет брат с сестрой. Давайте забудем о билах, пейментах, кредитах и о всем. Сегодня праздник Леонида, праздник Марии – это наш праздник, это праздник церкви. Давайте мы вместе порадуемся. Для меня огромная честь немножко рассказать о служении брата Леонида. Есть люди, которые с юных лет посвятили себя Господу. И один из них – это брат Леонид. Я хорошо помню, еще в молодости он был признанным лидером. Он был активный, любознательный и целеустремленный. Он был молодежным руководителем нашей поместной церкви, деревни Дятловичи, Брестская область, Белоруссия. Это было трудное время советской власти. Это было время гонений, преследований и насмешек. И даже некоторые братья были в узах за Слово Божие. В 1979 году Леонид с семьей переехал в славный град Кривой Рог. Когда, оглядываясь на прожитые годы и пройденный путь, то понимаешь, что Господь действительно заботится и хранит тех, которые верны Господу во всем. Слава Господу! И как написано в Слове Божьем, верный человек богат благословениями. В 1990 году Леонид был посвящен на дяконское служение. В 1997 он был рукоположен на пасторское служение в Кровом Роге. Награду за верный и усердный труд Господу Господь весьма обильно благословил Леонида. Он даровал ему замечательную жену. Мария стала доброй женой, заботливой матерью. И как Священное Писание говорит нам об этом, кто найдет добродетельную жену, цена ей дороже жемчуга. Она скромная, добродетельная христианка. Секрет и успех служения Леонида – в этом есть большая доля заслуги и Марии, которая благословляет руки мужа-служителя и которая молится за его служение. Время мое очень быстро тает, и мы все подвластны времени. Будет время, когда мы никуда не будем торопиться, а там в небесах вечности, пока мы ограничены временем. И один стих, который я желаю прочесть, который законит 32 глава, 11-12 стих. Как орел вызывает гнездо свое, носится над пенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. После нашего богослужения будет служение в другой обстановке, еще будут пожелания, поздравления, это, как сказать, общее пожелание церкви, и возлюбленному брату-имениннику Леониду. Я один стих лично, который мне нравится, который нам говорит, «Утешайся Господом, и он исполнит желание сердца твое». 36-й Псалом, 4-й стих. «Мне хочется пожелать тебе, Леонид, будьте ревностны дальше в служении Господу и к назиданию церкви. Долгих лет жизни, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Будь благословен Господом». Нам предстоит еще одно служение, которое самое важное. Мы будем сейчас подкреплять наши пожелания, поздравления молитвой. Поэтому я приглашаю всех наших братьев, служителей по местной церкви. Пожалуйста, пройдите вперед сюда. Также пастыря, гости, которые здесь присутствуют, присутствуют. Пожалуйста, пройдите вперед. Мы сейчас помолимся. Мы благословим этих молодых людей. Мне не верится, что ему 60 лет. Никогда не подумаешь, что мне скоро будет 65. Такой молодой, цветущий, уже 60 лет. Пусть этот праздник останется в их памяти. Пусть Господь и дальше благоставляет и устрояет их жизнь во славу Божию. Братья, постараюсь. Слушатели, пожалуйста, где вы? Пройдите вперед. Мы сейчас время молиться. Пожалуйста, церковь, все встаньте. Мы будем молиться. Нам можно преклонить колени. Учитывая то, что это как бы двойной, даже тройной праздник, мы сейчас помолимся. И братья, и братья. Борис Серафимович помолится и благословит Марию, Леонида и Екатериньё. Слава тебе, Великий Господь! Аллилуйя, 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 Великому благословенному Царю и Господу! Твое имя великое и славное, Господь! И мы благодарны Тебе на этом месте. Аллилуйя, Аллилуйя! О, слава Тебе, Господь, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Твое имя благословенно прославлено да будет в народе Твоем, Господь! Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за брата Леонида, Которому Ты даровал 60 лет, Господи Божий Он жизнь свою посвятил Тебе, наша молитва за Него Чтобы Он был Твоим истинным Божьим мужем На голове Которого елей Неоскудивающей и одежды светлой Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Царь Царей! Благословляем Его именем Господним Господи, чтобы Он был духовно просвещен Наполнен Твоей благодатью, мудростью, божественным страхом Господи Божий Великий, Он и Его дом, семья Служили Господу Божий Великий, Милосердный, та же Мария Которая, Господи, соединила свою жизнь с Ним Благослови Ее! Аллилуйя! Мы благодарны Тебе, что они идут вместе, что они совершают вместе это служение Для имени Господа трудятся, и как Слово Твое говорит, чтобы не изнемогал. Слава Тебе! Братья, давайте вы подойдите тоже, помолимся, и мы Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Господь! О, источник открыт, благословение для Него добудет, и течет эта живая вода с высот Твоих, и подкрепляет Его душу, и напаяет Его сердце. Аллилуйя! 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 Пусть он будет, как доброго Гая, который был страноприимцем, Господи Божий, и там многие находили приют. Во имя Господа! Во имя Господа! Укрепи физически, духовно, телесно, душевно, Господи Божий, и пусть Слово будет в Его устах от Господа. Мы благословляем Господи вместе с Церковью, и вместе с Церковью мы желаем произнести слова благословения для брата Леонида. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Ну что, долгие Вам, многие Вам, многие лет. Пожалуйста, присядьте. Ольга, чуть-чуть подожди немножко. Брат Петя, Петя, брат Юра, подайте эти две книжки, пожалуйста. Еще этот наш маленький презентик от наших служителей, теологические и энциклопедические слова. Век компьютеризации и компьютеров, оно тоже будет полезный материал для брата, как для проповедника и служителя. Здесь написано. Проповедую Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием 2 Тимофея 4.2. И заглавлю благословенному дружнику на Неве Божией, пастыру Слаеву Терчилу Хэммет Леониду Андреевичу Абрамовичу, ко дню шестилетия от служителей. Спасибо. Спасибо, Василий. И также, Диана, пожалуйста, от церкви поздравьте и вручите этот букетик в честь их знаменательного события, шестилетия и тридцатилетия. Пусть Господь благословит. Спасибо. Спасибо, братья служителя. Спасибо, дорогая церковь. Скажу вам честно, я такого сценария не ожидал. Вася попросился вместо меня, как всегда, прочитать слово к молитве. Поэтому я премного благодарен. Мне не надо много славы. Одно хочу – пройти тот путь, который дал мне Господь. Пройти правильно. Пройти благословенно. Я очень признателен всем вам за ваше расположение. Поэтому не осудите, я совершенно не так планировал сегодня служение. У нас есть гости служителя, они послужат. Мы попросим нашу молодую пару оставаться на месте. Пожалуйста, можете выучить цветы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...